В Думу поступил закон радостный о ликвидации Российской Академии Наук путем слияния и реорганизации. Американцы ликвидировали советскую науку, хотят все 20 лет. Расскажите подробнее об этом. Они хотят слить Российскую Академию Наук, медицинских наук и сельскохозяйств. Давайте говорить вещи своими именами. Ливанов, поскольку тут уже начинают у него пятки гореть, он ускоряет процесс ликвидации российской науки. Эта задача, которая стояла, американцы поставили перед министерством образования и якобы науки, давным-давно поставили. Поэтому задача этого министерства, работающего на оккупантов, ликвидации науки в российской науке. В рамках ликвидации советской науки. И эта задача сейчас ускоряется. Так же, как усиливается задача эксплуатации, усиливается задача по ограничению банковской системы России. Мы об этом раньше говорили. То есть, оккупанты усилили, ужесточили давление в Россию и решение своих проблем здесь. Они пользуются тем, что весь государственный аппарат России находится под ними. И они ускоряют это давление. Мало того, вы это сейчас Ливанова назвали. Путин, допустим, три месяца назад говорит, надо вносить учебник истории делать, единый. Ливанов выходит на телевизор, на голубом глазу говорит, да не собираюсь я выполнять команды этого Путина. О чем вы говорите? Не будет учебника истории единого. Я решил по-другому. Я Ливанов. Все. Так кто главный? Американцы, которые стоят за Ливановым? Или национальные власти во главе с Путиным? То же самое с инновационным типом экономики. Десять лет назад он сказал, что нужен инновационный тип. Кто-то вообще попытался хоть что-то сделать? Никто. Международный финансовый центр. Кто-то хоть что-то попытался сделать? Только метро запланировали. Никто. Хотя это не метро. Это изменение системы власти в области экономики и бизнеса. Низкие процентные ставки. Путин о них говорит несколько лет. Кто-то вообще собирается это делать? Никто даже не собирается. Просто мы с вами должны понять. Ничего сделано не будет. Потому что страна находится в статусе колонии. И у колонии нет права на такие решения. Не у Путина нет прав. Говорить-то можно. У страны нет суверенитета, чтобы принимать такого рода решения. Если оккупанты решили ликвидировать Российскую Федерацию, они ее ликвидируют. Если ее не защитит народ. Народ ее защищать пока не очень хочет. Значит она будет ликвидирована. Никто не поможет. Кроме самих себя. Если эта страна не нужна гражданам России, она точно не нужна никому другому. Нужна только в другом положении. Нужна ее территория, нужны ее ресурсы, нужны ее головы, нужны ее дети, нужны ее женщины. Но не нужна страна, которая пытается это все использовать для себя, для своих нужд. Конечно. Не нужна. И это элементы этой ликвидации. Вот вы говорите. Ликвидация академии. Ливанов давно. Он до этого об этом говорил. Он что, скрывает что-то? Ничего он не скрывает. Ни американцы ничего не скрывают. Потому что им нужны дополнительные, но без лауреата российского происхождения. Потому что своих-то у них нет. И российская молодежь, и российские ученые. Где их и мы взять их? Только ликвидировав академию наук. Кстати, вот тоже очень интересный индикатор. Если средства массовой информации поддерживают какую-то идею или проект, значит, я могу уже сказать на 100% это проект оккупационный, внешний. Вот историю с ликвидацией академии наук СМИ в России поддерживают, если вы посмотрите. Понятно, да? То есть, американцы дали команду, СМИ, пропаганда начала эту историю поддерживать. Хотя она сама по себе глупая. Ну да. Медицину с полем, с колхозом. То есть, работает, ужесточается. Просто процессы, связанные с ликвидацией России усиливаются, ужесточаются. Вот я специально сейчас говорю о том, что через 10 лет люди пожалеют лично, не вообще теоретически, а лично пожалеют, что они не стали защищать свою родину, как их деды, путем возможного участия, в том числе уличных процессах поддержки Путина. То они просто могут посмотреть наш ролик, их предупреждали. Чтобы они не говорили, что для нас это была новость. Когда, знаете, говорят, для нас была новость, что ли Советский Союз ликвидировали. А мы не знали, нас обманули. Вот чтобы не говорили, что их обманули. Понятно, да? Все, чтобы знали. Сознательное решение. А сознательное это называется предательство. Предательство своих отцов и дедов.